здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачко в этот рождественский день я хочу каждому подписчику моего канала сделать уникальный подарок и размер его определяете вы сами если вы еще не подписчик подпишитесь я уверяю вас это того стоит и вы размер подарка выберите самостоятельно кто-то из вас возьмет подарок размером несколько сотен гривен кто-то возьмет подарок размером несколько десятков тысяч долларов для кого-то захочется получить подарок несколько сотен тысяч долларов вы их сами выберете самостоятельно в этом видео но прежде чем раздавать подарки хочу поздравить вас с католическим рождеством который состоялась сегодня а также с новым годом 2020 не смотрите удивленно в календарь астрономический новый год 2020 уже состоялся это 22 декабря еще состоялась я вас тоже с этим поздравляю но прежде чем раздавать подарки хочу вам все таки напомнить что впереди череда праздников и нужно правильно подготовиться к каждому застолью чтобы здоровье не растерять и на следующий день не думать как избавиться от похмелья кстати такое видео на моем канале есть ссылочку в конце там или как избавиться от лишних килограммов которые вы тоже таким удовольствием на ели за праздничным столом и так как правильно провести праздничное застолье а я бы советовал вам перед тем как начинать застолье правильно перекусить часа за полтора два до застолья советую съесть порцию каши с выбранным вами жиром порцию овощного рагу овощной суп борщ подойдет иными словами вам нужно немножко перекусить особенно это относится к тем у кого есть хронический панкреатит а это примерно половина взрослого населения тем у кого есть дискинезия желчного пузыря а это прекрасная половина взрослого населения и дети и подростки также тем у кого есть калькулезный холецистит или желчекаменная болезнь это чаще всего взрослая половина населения у которых не успели врачи хирурги провести холецистектомию и это особенность вашего организма еще есть не нужно правильно обращаться а именно правильный перекус и застолье у вас уже будет идти более безопасно смотрите видео дальше особенности правильного застолья это не единственное если другие опасности которые подстерегают вас за праздничным столом часть экспертов советуют начинать застолье с салатиков особенно мне нравится летние салатики огурчики помидорчики парниковые капуста заправленные любым жиром очень интересный салат его особенности я расскажу чуть позже также чтобы не опьянеть не избавляться от похмелья на следующий день советую использовать какие-то жиры неважно растительное масло сметану принципиально ничем не отличаются от похмелья вас сразу скажу на следующий день это не избавит от избыточного веса набранного за праздничным столом тоже не избавит нужно правильно использовать совет диетолог как начать застолье правильно а именно вы либо на столе находите либо хозяйку прости принести вам кусок мяса рыбы либо птицы после адекватной тепловой обработки а именно по вашему уровню здоровья отварной тушеные запеченные даже может быть жареном виде вот эти продукты питания не должны первыми попасть в ваш желудок в этом случае вы начинаете застолье правильно надо еще правильно продолжить почему именно так советую начать застолье кусок мяса рыбы либо птицы находясь в желудке вызывает обильную секрецию желудочного сока и у вас часть объема желудка занята у вас желудок имеет не бесконечные размеры а конечные размеры и часть объема уже занята иными словами переесть вам после этого будет сложнее более того мясо рыба либо птица не переваривается вот так случае если у вас есть дискинезия двенадцатиперстные кишки хронический гастрододенид а также язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в анамнезе эта пища переваривается будет вашем желудке полтора два часа иными словами переесть ближайшие полтора два часа у вас не получится если у вас снижена секреция желудочного сока то эта пища будет находиться в желудке более длительное время вы на более длительное время защищены от переедания а также от того чтобы сказать как снять похмелье на следующий день если вы не существенно вы застолье алкогольные будете проводить либо без алкогольные если без алкогольная понятно съели основную пищу далее идет гарнир если алкогольные напитки идут ни в коем случае не должны попасть первыми только после вот такой пищи в этом случае любой выбранный вами правильно как рассказать правильно сейчас расскажу спирт содержащий напиток попадает кусок мяса рыбы птицы впитывается и помогает переварить а сам сосаться в кровь не может иными словами вы уже от депрессии частично ушли настроение плохое частично улучшили а похмелье еще не получили знаете какой бонус если вам нравится лайки под видео пишите в комментариях мне нравится именно так проводить застолье по методу диетолога скачком выбор алкогольных напиток он гипер важен если вы к мясу рыбе либо птицы выберите один из следующих напитков а именно сухое полусухое вино неважно белые либо красные сухое полусухое шампанское либо блюд не важно цвет водка коньяк в этом случае они прекрасно сочетаются друг с другом не конфликтуя алкогольные напитки помогают перевариться этим продуктом питания и даже если у вас сек особенно там где секреция желудочного сока снижен при повышенной секреции они переварятся и без такого такой помощи секреция снижена это очень хорошее сочетание случае если ваш выбор вдруг это кого это ликер это наливка это сладкое полусладкое вино это сладкое полусладкое шампанского здесь появляется конфликт если куска мяса оказалось меньше чем объем выпитых алкогольных напитков мясо не переваривших желудки перемещается в кишечник гниение в кишечнике токсический удар по печени по почкам и у вас появляется риск вы снижаете возможности печени и почек здесь появляется интересная вещь если вы таким образом будете регулярно проводить свои застолье то напомню вам что явление жирового гепатоза явление печеночно-почечной недостаточности будут у вас раньше необходимость выдернуть из домашнего бюджета и семейного бюджета сто сто пятьдесят тысяч долларов у вас может появиться для пересадки бывшего употребления половины печени или бывшего употребления одной почки это серьезные расходы которые вы можете понести если питаться будете неправильно поэтому правильно сочетайте мясо рыбу либо птицу с правильными алкогольными напитками что делать гарниром гарнир пожалуйста выбирайте но здесь вы не сможете переесть а самая большая опасность на следующий день на весах когда вы видите набранные килограммы это как раз гарнир это не кусок мяса который вы переварили теперь правильно и получать от него только удовольствие как и ваши клетки гарнир очень быстро переваривается очень быстро усваивается если вы не тратите калории будет накапливаться про запас тратить калорий за обеденным столом либо за праздничным столом я бы вам не советовал сидеть на велотренажере либо активно заниматься танцами либо в некоторые могут заниматься любовью я была мне очень советовал потому что пища перевариваясь в кишечнике может в этих случаях подвергаться брожению либо гниению увеличивается внутрибрюшное давление это серьезный кардиологический риск такие видео я часто пишу об этом часто напоминаю потому что умереть в этом случае легко и потерять здоровье даже если рядом с вами сидит врач и реаниматолог вряд ли он приехал со своего рабочего места с передвижной реанимации и он может не успеть вам показать нужную помощь в полном объеме поэтому не рискуйте своей здоровье жизнью питайтесь правильно потому что при неправильном отношении в лучшем случае у вас износ сердечной мышцы у вас раньше будет явление сердечной недостаточности а предвестники на кардиограмме вам пишут метаболические изменения миокарда дистрофические изменения миокарда хуже когда склеротические изменения миокарда когда мышца сердца уже погибло и сокращаться не может возможности вашего сердца снижены и испытать их финальные реальные возможности за праздничным столом вы можете легко закончится это плохо но если у вас есть на банковском счете лишние 250 тысяч долларов именно 100 столько стоит пересадка бывшего употребления сердца вы можете такую инвестицию свое здоровье произвести но я советую вам питаться за праздничным столом правильно и лучше использовать эти деньги по другому назначению на свои удовольствия на какие-то другие свои потребности я думаю что любой здравомышленный человек найдет как использовать такие средства вкладывать их в несколько другие возможности а питаясь правильно эти деньги будете экономить более того как правило праздничная застолье завершается десертом здесь тоже есть свои секреты нельзя есть все подряд и запивать чем попало нужно правильно использовать советы диетолога иными словами к десерту безусловно подойдут очень хорошо подойдут запрещенные с куском мяса рыбы либо птицы напитки а именно сладкое полусладкое вино любого цвета сладкое полусладкое шампанское когор подойдет ликеры подойдут наливки подойдут они прекрасно сочетаются с десертом и не помешают им полноценно перевариться правда здесь уже есть риск переедания поэтому я бы советовал вам не злоупотреблять десертом калорий много и возможности набрать лишний вес на следующий день так же много если вдруг не оказалось этих напитков под рукой а вы хотите продолжить застолье с алкоголем то сухое полусухое вино неважно какого цвета сухое полусухое шампанское либо брюд неважно какого цвета водка либо коньяк прекрасно сочетаются с десертом у вас происходит интересная реакция в упаковке вы читаете брюд запили блюдом десертом допустим мороженое и у вас брюд превратился в сладкое шампанское примерно то же самое происходит если вы запиваете сухим полусухим шампанским мороженое прекрасно превратить десертное шампанское вы получаете пользу для своего здоровья без риска для вашей жизни случае неправильного начала застолья пример то же самое происходит у вас с другими алкогольными напитками если вы вдруг решили мороженое запить водкой превратится в ликер коньяк коньячный ликер прекрасное разнообразие вашего стола без риска для вашего здоровья вашей жизни вот я бы советовал вам аккуратно относиться к кофе конечно когда алкогольные напитки употребляясь неправильно либо в неумеренных количествах алкоголь подавляет некоторые вегетативные центры кофе активируют эти центры и вот здесь вы вроде как стали чувствовать себя лучше вроде как можно выпить еще здесь кроется риск можно вот здесь на этом этапе выпить слишком много и действительно на следующий день у вас будет похмелье и мое видео как избавиться от похмелья вам будет как раз в самый раз потому что нужно избавляться от похмелья правильно тот же кофе если в конце застолья он может вернуть вам тонус на следующий день в попытке избавиться с помощью кофе от похмелья кофе может вас убить вас могут не выдержать сосуды мозга и может быть просто инсульт либо не выдержать сердце быть острая сердечная недостаточность либо обострение хронической точно также может злую шутку с вами сыграть и чай китайский поэтому нужно правильно избавляться от похмелья используя полезные советы диетолога скачком не буду здесь загромождать это видео информацией ссылочку я в этом видео дам и вы спокойно просмотрите то видео но надеюсь вам эта информация не понадобится потому что вы будете питаться за праздничным столом правильно и похмелье не похмелье это уже будет не про вас это совершенно другая история вопрос как вы будете относиться к той информации которую я вам дал ну а где же подарки а вот сейчас как раз пришло время подарков как вы воспользуетесь этой информацией вот зависит объем вашего подарка если вы приняли к сведению питаетесь как питаетесь то как минимум несколько сотен гривен вам придется потратить на то чтобы врач астроэнтеролог помог вам выйти из неприятной ситуации помог вам переварить пищу ну и продолжать жить дальше если вы оказались не сильно удачливым у вас вздутие живота привело к обострению сердечно-сосудистых заболеваний растраты могут быть больше и максимальная пересадка сердца 250 тысяч долларов если вы относитесь к застолью к употреблению разных блюд и напитков правильно вы уже этот подарок от меня получили теперь ваше сердце будет работать в более комфортных условиях и я надеюсь вы знаете как использовать подарок от диетолога скачков под новый год в размере 250 тысяч долларов если вы прошли между этими двумя экстремальными событиями то вздутие живота урчание не нарушая работу сердечно-сосудистых системы всегда нарушает работу печени и почек и у вас вновь инвестиции в ваше здоровье или экономия 150 тысяч долларов примерно стоит столько стоит пересадка половины бывшего употребления печени и одной бывшего употребления почки каждая операция примерно такие инвестиции потребуют от вас если вы не знаете как питаться правильно за новогодним столом и в принципе по жизни а одновременно скрытая инвестиция это ухудшение состояния суставов начале суставы скрипят хрустят потом болят а потом когда у вас анкелоз суставов четвертая стадия артроза вас необходимость пересадить один сустав 5-7 тысяч долларов напомню больше двухсот суставов в организме иными словами больше миллиона долларов вы можете постепенно потратить если питаетесь неправильно предупрежден вооружен думаю что разумный человек заработал серьезные деньги понимает как не тратить или как правильно вкладывать не в медицинский бизнес по пересадке различных органов а вы свое здоровье и другие виды бизнеса вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья разумного к нему отношения на моем видео канале кулинарный канал диетолога скачко набираете там сотни видео которых я рассказываю не просто как правильно использовать различные блюда и напитки самое главное как их правильно приготовить по разному нужно готовить чай китайский по разному нужно готовить кофе аравийские по разному нужно готовить имбирный чай каши другие блюда в зависимости от тех целей задач которые перед собой ставите и в зависимости от того уровня здоровья которые вы имеете именно это является определяющим фактором правильные либо неправильно приготовлен чай для вас если вы можете это сделать самостоятельно не вопрос с помощью моих видео вам будет это сделать проще смотрите получаете информацию берегите самый большой подарок от ваших родителей конечно они сделали его первично это ваша жизнь и ваше здоровье ну а как вы им распорядитесь это уже говорится ваш выбор до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в инстаграм